Вот я стою. Что я тем самым делаю? Тем самым я слышу свое эго. Эго это машина. Машина, которая привыкла искать сомнения, но также искать и выхода. И вот сейчас она ищет выход. Она говорит, слазь, тебе больно. Я говорю, да ладно, я сто раз так делал. Это массаж, это принесет пользу. Она говорит, ну что ж, тогда дыши. И она заставляет меня дышать. Также я заставляю себя принудительно дышать утром, встав с постели и приняв ванну. Я всего лишь навсего перехожу на месте. Перехаживать на месте это еще больнее. Таким образом я ставлю на место свое эго. И когда я управляю своим вниманием, я управляю своей жизнью. Дело в том, что я это то, что я внутри чувствую. Это и то, что я чувствую снаружи. И когда я обливаюсь водой, я чувствую свои границы. Границы с этим физическим миром, с его взаимодействием. Я вижу, я тоже выбираю, что я вижу. Я выбираю, как к этому еще относиться. То есть через зрение процесс заходит еще глубже. Я слышу. И этот процесс тоже заходит глубже. Он тоже заходит через мое мышление в чувство. Мышление это шестой наш орган. Все пять подключены к нему. И потом подаются дальше в душу, в чувственный орган. И то, как мы себя чувствуем, такой опыт у нас и останется после этой жизни, для следующей жизни. И поэтому важно очень в этой жизни, в конечной, в нашей, физически проявленной. Видеть причины любви. Прокачивать свою душу. И тот, кто их находит, тот, кто видит в препятствиях причины роста, тот растет. Тот растет и уже легко и безупречно может выполнить вещи, которые принесут ему любовь. Будь добрым. Пробуждаемся.